Это музыкант и композитор Игорь Рудый. Невероятно талантливый и вместе с тем исключительно скромный человек. В его музыке присутствие самого Творца с его любовью и нежностью, мудростью и силой. Да что говорить, давайте посмотрим историю о том, как этот великолепный музыкант нашел свое призвание. Мне с детства всегда нравился саксофон, потому что мой дедушка играл. Он был свадебный музыкант, он и в сельском оркестре играл. Я приезжал и всегда просил, дедушка, дай мне подуть. Я хочу сильно подуть. Для меня было самое большое счастье, что он мне дал кларнеды для саксофона. Дедушка завещал свой музыкальный инструмент внуку. И этот подарок во многом определил судьбу будущего музыканта. Девять лет я пошел в музыкальную школу. Шесть часов вставал перед школой и играл, а потом ушел в школу. Каждый день Игорь самостоятельно преодолевал дорогу от родного села Струсов, раскинувшегося на склонах Карпат, до районного центра, где находилась музыкальная школа. Страшно сначала было, потому что доезжать надо было 12 километров и с пересадкой. Ну, как бы и трудно зимой, потому что уже пять часов, уже темно, а назад ехать с музыкальной школы я ехал и в восемь, и в девять вечером. После школы Игорь закончил Тернопольское музыкальное училище и продолжил обучение в Киевском национальном университете по классу саксофона и кларнеты. Привело то, что столица, много информации, много музыкантов, город культуры. В Киеве Игорь сразу окунулся в водоворот культурной жизни. Со временем он узнал ее оборотную сторону. У меня очень много знакомых музыкантов. Алкоголя много употребляли. Ты уже смотришь, этот человек уже выглядит лет на 50. То же самое и наркотики. Я не был святым. Такой стандарт грехов, как у каждого молодого человека. У меня было такое ощущение, что неправильно я живу. Хотя все как бы нормально, друзья там были. Но все равно внутри мне было такое, все равно неправильно что-то, оно не то и все. И меня как-то постоянно вот это мучило. Вот это называется, наверное, пустота. Музыка не смогла заполнить пустоту в сердце Игоря. Однажды друг пригласил Игоря на концерт, не похожий на те, что он видел раньше. У меня вдруг мой музыкант пригласил на этот концерт. Говорит, ты хочешь послушать, как играют американцы, но христианскую музыку. Я когда зашел, там настолько такая атмосфера была у меня. И слезы текли. Была атмосфера любви. Еще мне очень понравилась, там была сценка из распятия Христа. С хорошим сопровождением музыки. Даже мужчине тяжело сдержаться, чтобы не вышли слезы. Человек, будучи праведен, сколько он сделал хорошего для людей. И люди с ним так жестоко поступили. Всегда вопрос, а почему так? После этого концерта Игорь стал больше думать о кресте и о смысле жизни. Его переживания отразились в музыке. То, что я писал, я старался внести частичку своего, может, характера, то, что у меня внутри. Большое переживание и борьба с несправедливостью. Так не должно быть. Я хотел для себя больше разъяснения. Начал читать Библию. Вскоре друг пригласил Игоря на служение в церковь. Шанс обратиться, покаяться Господу. У меня он случился, это 26 февраля, это второй день рождения. Это был день, который вот как-то у меня он настолько запомнился. Во время покаяния в церкви Игорь пережил необычное состояние. У меня все тело дрожало, мурашки по всем телу шли. Ну, такое состояние было, что мне хотелось просто улететь в небо. Все было позади. Спустя некоторое время Игорь присоединился к христианскому хору. В одном из турне по городам Украины Игорь познакомился со своей будущей женой. У нас одинаковые были как бы принципы жизни. Приношу там аранжировки, мы прослушаем, она подсказывает. Она, конечно, мне помогает и в дизайнах, там и придумывает как, что, к чему. Она прекрасная жена, она прекрасный человек. Благополучие в семейной жизни стало новым толчком для Игоря в его творческих достижениях. В 2000 году в Италии он получил гран-при фестиваля «Мир музыки» и был признан лучшим саксофонистом Европы. С концертами Игорь объездил уже полмира. Но это не вскружило Игорю голову. За свой талант и за успех он благодарит в первую очередь Бога. Иисус для меня — это авторитет в жизни. Он своей жизнью показал, как мы должны жить. Как мы должны относиться к людям, как мы должны относиться вообще к жизни. Человек, который не знает Бога, не знает и самого себя. Потому что только Бог открывает нам наше истинное лицо, потом дает раскаяние, очищает нас от греха и заблуждений, и только тогда вводит в свою судьбу. Что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, без Иисуса, без Него внутри нас мы не будем счастливы. Он сказал, без меня не можете делать ничего. Много раз Иисус Христос учил народ и обличал фарисеев за то, что они только снаружи выглядели так, как будто служат Богу. Но на самом деле их сердца были далеки от Бога. Иисус Христос видел их сердце и разоблачал их открыто. Он называл их порождениями ехиднинами, гробами окрашенными, внутри которых полным-полно мертвых костей. Представьте их реакцию на это. Я часто думаю о том, что он говорил. Это написано в Евангелии от Матфея, 13 глава, 49-50 стихи. «Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнутых в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Страшно всю жизнь считать себя правильным, праведным, а потом оказаться в аду. Может быть, вы считаете себя праведным. Не обманывайтесь. Библия говорит, что нет ни одного праведного на земле. Мы не можем оправдаться перед Богом собственной праведностью. Для этого нам нужна только кровь Иисуса Христа, которую Он пролил две тысячи лет назад на кресте за каждого из нас. Давайте помолимся. Повторяйте, пожалуйста, за мной слова молитвы. «Дорогой мой Небесный Отец, сегодня я открываю для Тебя свое сердце и прошу Тебя, Иисус, Сын Божий, войди в Него, стань моим Господом и Спасителем. Я признаю себя грешником. Я благодарю Тебя, Бог, за Твою безмерную любовь, за то, что Твоя любовь покрыла все мои грехи, за то, что Твоя святая кровь, Иисус, омыла все мои грехи, и за то, что Ты, Дух Святой, даешь мне силы и надежды идти по этой жизни и преодолеть все трудности, все препятствия, которые только могут встать на моем пути. Потому что Ты – Бог, Ты – Царь на этой земле, Ты – Царь в небесах, Ты – Царь всего, о чем мы только можем помыслить. Спасибо Тебе за Твою любовь, за Твою нежность, за Твое утешение. Спасибо Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Этот процесс долгий, на него могут уйти годы, но результат – это счастливая жизнь в вечности и общении со святым и любящим Вас Богом. Поэтому, конечно же, это беспроигрышный вариант. Наш телефон – 8 800 299 88, бесплатный по России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова